Это не наведение парадки на земле у Гомельской области на постоянном контроле за 21-го районного центра. Комплекс на доброупарадку на 12. Зараз работы ведутся в Брагине и Камарине. Особная увага взносу старых домов и утягнению земли у сельскохоспадач и оборот. В этом году будинка, в которой протягивает час не используется, на Гомельске выявлено около полутора тысяч. У Воглиш на территории области сегодня подлегают ликвидации с наступной рекультивации 6 тысяч былых подворков. Если анализировать прошлый год, и этот практически количество домов под снос, оно и остается. Но вместе с тем, если мы в прошлом году выявили 1115 домов, в этом году уже выявили дополнительно полторы тысячи. Як вариант створения на гэтых землях дитячих горнёвых пляцовок. У гэтым годзе у населенных пунктах в области уже открыли клея 180 спортивных и приклоносогиш дитячих пляцовок. Олег, это накерунок будет иметь протяг, хоть и с некоторыми корректировками. Когда ранее ставку робили на бюджетные и спонсорские сродки тех же предприемцев, то теперь больше активно будут притягиваться сродки самих грамадян. Есть такой принцип 50 на 50, то есть 50% собирает население, 50% добавляет бюджет. И такие площадочки для наших детей устанавливаются. Такие же принципы и в районных центрах действуют, и в сельских населенных пунктах. Зарабить городы зелёными – задача, якая у Гомельской области выращается не первый год. Только сё лета посаджено коля 120 тысяч древ на треть больше, чем летось. Причём у процесс озеленения выращили унести коррективы. С этого года у Гомеля начинается реализация нового экологичного проекта. Теперь на улицах будут высаживать не молодые древы, які, звичайно, древно реагируют на течь автомобильные выкиды и гинусь. А древы взросли от 15-ти годов, причём выключено листовых пород. Их выращиванием зараз занимаются газгазы региона. Ещё одна тема – сбор и перепроцовка отходов. Отповедные контейнеры повинны заявиться не только на городских дворовых территориях, а и так само на территории машинных дворов и уздов дорог. На жаль, поколь экологичная культура частких грамотян далёкая от идеалу. Органами природоохраны в текущем году по наведению порядка на земле проведено около 2000 контрольных мероприятий, в ходе которых было выявлено около 6000 различных нарушений природоохранного законодательства. Основными нарушениями являются, конечно, создания несанкционированных свалок, это необустроенные населённые пункты, там, где позарастали сорной растительностью. Коли уличить предписания, які сведето выдадены усімя контролючими органами, то лишь бы отримывается яще больше – 654 тысячи. Правда, больше не дохупов, ликвидуются у достатково степлые термины, а тому штрафы накладываются не так уже и часто. Вреште, головная – профилактичная работа. Просим людей весной посадить возле себя цветы, осенью убрать листву, строительные материалы возле своих домовладений, ну и другое. И вместе с тем мы думаем, что в год Малой Родины основная задача каждого человека, который живёт у себя, сделать свой клочок земли красивыми, тогда, наверное, вся область будет наша красивая.